В магазинах Ненецкой агропромышленной компании и акционерного общества «Месопродукты» цены останутся на прежнем уровне. Об этом заявил губернатор округа на еженедельном оперативном совещании с руководителями органов власти. Также глава региона анонсировал ряд мер по стабилизации роста цен. Так в регионе будет создан торгово-логистический центр с запасом самых необходимых продуктов. Кроме того, предпринимателям будут предоставляться льготные займы на оборотные средства. Этим займется региональная микрокредитная компания. В селах округа организуют общественный контроль за ценами. Также глава региона предупредил о том, что торговцев, которые будут необоснованно завышать цены в селах, лишат окружных субсидий. В округе создана рабочая группа по мониторингу цен. Работает горячая линия для населения. Состав рабочей группы вошли сотрудники региональной администрации, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД НАУ и сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы. Рабочая группа следит за ценами на социально значимые товары и продукты по 23 позициям. Это говядина, масло, рыба, крупы, хлеб и другие. Небольшой рост цен в пределах 2-3% наблюдается только на куриные яйца, поваренную соль, картофель, белокочанную капусту. Подорожались стройматериалы. Группа оперативно будет реагировать на жалобы и сигналы населения округа. В Наринмаре впервые открылся кабинет остеоденситометрии. Ранее для проведения остеоденситометрического исследования пациенты направлялись в специализированные клиники за пределами Ненецкого автономного округа. Для создания кабинета Ненецкой окружной больницы был закуплен специальный рентгеновский аппарат. Оборудование приобретено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» Национального проекта здравоохранения. Остеоденситометрия является золотым стандартом при изучении остеопороза. По статистике, треть женщин после 50 лет страдает остеопорозом, четверть мужчин после 50 лет также склонны к нему. Благодаря такому оборудованию можно определить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение. На остеоденситометре можно провести обследование как всего тела, атаки отдельных частей, например, позвоночника или бедренной кости. Денситометрия – это рентгенологическое исследование, позволяющее определить минеральную плотность костной ткани. Чаще всего такую диагностику назначают людям, которые столкнулись с первыми проявлениями остеопороза. Исследование на новом оборудовании проводится по направлению лечащего врача. В актовом зале городской администрации состоялась торжественная церемония вступления Олега Белака в должность главы муниципального образования городской округа город Наринмар. За его переизбрание на пятилетний срок проголосовало большинство депутатов горсовета. В рамках торжественного мероприятия Олег Белак принял присягу главы окружной столицы, подписал текст присяги и постановление о вступлении в должность, а также по традиции получил почетный знак главы и символический ключ от города. Отметим, впервые на пост городоначальника Олег Белак был избран 8 февраля 2017 года. 8 февраля 2022 года большинством голосов депутатов городского совета он был повторно переизбран на пятилетний срок. На строительство дороги Наринмарусинск-Ненецкий округ дополнительно получит 3 миллиарда 900 миллионов рублей из федерального бюджета. В условиях непростой экономической ситуации правительство России и Минстроя Российской Федерации продолжают поддерживать сферы строительства дорог и коммунальной сферы. Это приоритет. 10 марта принято распоряжение правительства, где ряду регионов, включая Ненецкий автономный округ, выделено дополнительное финансирование на дорожные объекты. Данные средства будут направлены на строительство дороги Наринмарусинск с распределением на второй и нулевой участки. До конца года планируется выполнить все работы на объекте. Дорога Наринмарусинск строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на средства федерального бюджета. Протяженность недостроенного участка трассы составляет немногим более 27 километров. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный предложил отменить обязательный масочный режим. Соответствующим поручениям глава региона обратился к своему заместителю и руководителю аппарата администрации Андрею Блащинскому в ходе заседания оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции, которая состоялась 14 марта. В ходе оперштаба участники заседания рассмотрели также возможность снятия ряда ограничительных мер. Так, по предложению окружного департамента здравоохранения и управления Роспотребнадзора в регионе отменена норма по заполняемости залов в учреждения культуры и досуговых организаций. Напомним, ранее в регионе была установлена норма по наполняемости не более 50% мест в зале. Наряду с этим в ходе штаба отменены нормы по соблюдению социальной дистанции в общественных местах, а также предварительной записи при посещении офисов «Мои документы» и отделении социальной защиты населения. Свободное посещение без предварительной записи в эти учреждения станет возможным с 21 марта. Лыжник из Ненецкого автономного округа, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев, выиграл «Малый хрустальный глобус» в молодежном зачете Кубка мира среди спортсменов до 23 лет. Это еще одна победа нашего земляка. Российский лыжник набрал 330 очков, опередив своего ближайшего преследователя, немца Фридриха Моха на 117 очков. Третье место в зачете занял швед Вильям Парома. Терентьев одержал победу, несмотря на пропуск двух последних этапов Кубка мира в Норвегии из-за отстранения российских лыжников. Также спортсмен пропустил ряд стартов в январе из-за травмы. 22-летний Александр Терентьев дебютировал на Кубке мира только в нынешнем сезоне. Свою первую победу лыжник одержал в дебютной гонке, спринте, классическим стилем на этапе в финской рубке. Также на счету Терентьева еще одна медаль с сереброй эстафетой в норвежском Лилинхаммере. В молодежном зачете на Кубке мира впервые в истории России победил россиянин. Межмуниципальная спартакиада для сельских жителей в Коткино пройдет с 31 марта по 4 апреля. Участникам предстоит состязаться в стрельбе из пневматической винтовки, жиму штанги-лежа, армрестлинге, тройнем национальном прыжке. Также пройдут лыжные гонки, соревнования по варейболу, настольному теннису и баскетболу. В этом году спартакиада проводится в 14 раз. Ее основная цель привлечь сельских жителей к регулярным занятиям спортом. На спартакиаде ждут команды из Каратайки, Нижней Пеши, Неси, Красного, Нальминоноса, Тельвиски, Устькары, Оксина, Коткино и других населенных пунктов округа. Заявки принимаются до 25 марта. Отметим, в последний раз межмуниципальная спартакиада проводилась в 2019 году. В 2021 и 2022 годах спартакиаду не проводили из-за ковидных ограничений. 23 марта в Наринмаре пройдет седьмой съезд оленеводов Ненецкого автономного округа. На мероприятие приглашены 37 делегатов из всех 26 оленеводческих хозяйств региона различной формы собственности. В их числе 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 11 семейных родовых общин коренных малочисленных народов Севера, одно унитарное предприятие и два крестьянских фермерских хозяйства. Для каждого хозяйства оргкомитетом была установлена квота для выдвижения делегатов. В рамках съезда оленеводы обсудят проблемы и состояние оленеводства на территории региона. Помимо этого, на мероприятиях будут определены основные направления и перспективы развития отрасли, нацеленные на сохранение, разведение и хозяйственное использование северных оленей. Еще одно мероприятие – форум коренных малочисленных народов Севера Ненецкого округа состоится в начале апреля 2022 года. В рамках форума также пройдет съезд регионального общественного движения Ассоциация Ненецкого народа «Ясовые». По итогам работы будут выработаны резолюции, которые зададут дальнейший вектор работы. Напомним, на сегодняшний день в оленеводческой отрасли в регионе занято 719 человек, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Это оленеводы и чумработницы. Поголовье оленей, по данным на 10 марта 2022 года, составляет 174 тысячи голов.